Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристаллэнд. Это видео немножко внезапно и лично для меня, потому что я вообще не думал заранее, что буду снимать это видео, у меня нет вообще никакого сценария к этому видео. Просто прошел DC фэндом, это, если вы не знаете, что это, но я думаю, 99% из вас прекрасно знают, что это такое, уже знакомо с новостями, знакомо со всеми новостями, с трейлерами, тизерами, фотами, со съемок, в общем, много всего интересного было на данном ивенте от DC. DC это некий комик-кон онлайн, который проходил, он совершенно был бесплатным, то есть любой мог зайти и посмотреть трансляцию, посмотреть, о чем говорят там актеры, режиссеры проекта, в общем, много всего интересного, там главы DC тоже там много было. В общем, интересный, крутой ивент прошел у DC, никто не ожидал, что они столько всего анонсируют на данном ивенте, и это очень круто, и после этого ивента, я уверен, Marvel с Кевином Файги немножко так подсуетились, потому что вы сами прекрасно знаете, сколько всего. Отряд самоубийц, Черный Адам, там, Дойн Джонсон один чего стоит, он, мне кажется, принесет Черному Адаму полтора миллиарда, это точно, я в этом почему-то уверен. Ну ладно, не полтора миллиарда, но больше миллиарда, это точно, потому что много всего интересного анонсировано, у меня, если честно, голова к руку после всего этого идет, но я почему-то больше всего удивлен, больше всего удивлен именно Бэтмену 2021, ну, как бы многие его так называют, но не знаю, это, наверное, неправильное название, просто Бэтмен в главной роли, в котором будет играть Роберт Паттинсон, в которого многие вообще не верили, то есть вообще, когда его назначили на роль в группе Marvel DC, ну, вы все на нее подписаны, в принципе, как, я думаю, все гиг-сообщество, комментарии были просто отвратительные. Я никогда в жизни никому не писал комментарии, не собираюсь, но после прочтения всех подобных комментариев в сторону Роберта Паттинсона, хотел за него заступиться, но я все-таки этого не делал, потому что в этом нет никакого смысла, но как вышел тизер-трейлер сразу, о да, Паттинсон просто один будет один из лучших Бэтменов и так далее, ничего не буду говорить, это немножко плохо, потому что, опять же, как можно было судить об актере, о том, как он сыграет роль данного персонажа, данного, наверное, главного персонажа DC, я так считаю, DC комикс, это однозначно, даже не увидев его полностью, полноценно в костюме, ни одного кадра с ним не увидев, вообще как? Я, честно, я не понимаю, куда Роберта Дауни-младшего назначали на роль Железного Человека, вы сами прекрасно знаете, что его тоже все хейтили, то, что он не подходит на эту роль, что какого-то лкаша, наркомана взяли, в итоге, ну, вы сами все знаете, как дальше произошло, в общем, не буду мусолить, когда у меня много мыслей в голове, я вот так вот просто разговариваю, надеюсь, вы меня поймете, это видео не будет не совсем разбором, это больше будет обсуждение моей мысли с вами, хочу с вами поделиться своими мыслями, своими ожиданиями, хочу прочитать после этого видео ваши комментарии, я безумно люблю, когда вы много пишите комментариев таких насыщенных, детальных, я все читаю, абсолютно всем отвечаю, потому что их не так уж и много, и мне, слава богу, удается всем ответить, так что жду вас после этого видео, ваших комментариев обязательно пишите. В общем, Бэтмен, я, наверное, только одну отсылку вам расскажу, которую немногие заметили, и я ее пока что в сети нигде не нашел, но я ее сразу заметил, мне сразу подсказали, точнее, не я заметил, я с другим смотрел, и он мне сразу подсказал, в общем, где Бэтмен, он же Брюс Уэйн, спасает человека, в которого чуть не сбила машина, это прямая отсылка на «Сумерки», где Эдвард спасает Беллу, получается, да, я не супер знаток «Сумерк», надеюсь, все правильно сказал, и это по-любому прямая отсылка, как бы это вклинивается в фильм, это, ну, нормально выглядит, то есть это не как там, если бы подругу, там, Брюс Уэйн назвали бы Белла, это было бы совсем, а так это такая милая, приятная отсылочка, особенно для всех фанатов Роберта Паттинсона, потому что, как вы знаете, у Роберта Паттинсона появились практически 90% всех фанатов именно после «Сумерок», но данный актер доказал то, что он умеет играть крутые роли, сложные роли, тот же «Маяк», я, конечно, не всем советую его смотреть, он такой немножко тяжелый, но вы можете глянуть хотя бы, я не знаю, оценки и отзывы критиков, как они отозвались об актершке игре Роберта Паттинсона, и вы убедитесь в том, что данный актер очень сильный, и он, на самом деле, вообще, щелкает эту роль Бэтмену, как нефиг делать, поверьте мне, и он уже в тизер-трейлере доказал это, хотя в «Ворн и Бро» заявили, что фильм снят всего лишь на 50%, но они уже умудрились выложить такой крутой тизер-трейлер. Давайте я подмечу сразу, что мне понравилось. Первое, это сама стилистика фильма, тона фильма, то есть они мне очень понравились, они вроде как мрачные, но в то же время на это приятно смотреть. Лично мне «Бэтмен против Супермена» как сюжет фильма в принципе более-менее, но мне не понравилось, что он очень мрачный. Может быть, многим из вас понравилось, что он был таким мрачным, но мне немножко не хватило каких-то красок. Не то, что по сюжету он мрачный, он и должен быть мрачным по сюжету, мне не понравилось то, что в нем нет чего-то вот такого эдакого, эдакого, что было бы ярким. Не обязательно, чтобы это были тона фильма, но вы понимаете, надеюсь, о чём я. И вот почему-то мне кажется, что в этом дизер-трейлере Бэтмена мы прекрасно понимаем, что фильм будет мрачным, но немного будет отдавать вот этой яркостью красным, чем-то таким крутым, заводным, крутым, вообще суперским. Я на это безумно надеюсь, я сам запутался уже в своих словах. В общем, первое, что мне понравилось, это тон фильма, его настроение. Второе, что мне понравилось, это Роберт Паттисон в образе Бэтмена. Он просто шикарен. Тут просто 10 из 10. Вот серьёзно, это будет один самый крутой Бэтмен. Вот сами видите, у него будет офигенное будущее, у него будет ещё не один сольник. Думаю, будет очень интересно. Третье, что мне понравилось. Мне понравилось заявление Мэтта Ривса, это режиссёр фильма. Он заявил о том, что те злодеи, которые появятся в фильме, они будут не в своих конечных образах. То есть не будет такого, что появятся три злодея, ну, вроде как три злодея появляются, будет появляться в этом фильме, появится в этом фильме, и все три злодея, допустим, сольют сразу же. Нет. В этом фильме будет становление Бэтмена как супергероя, потому что в данном фильме Готэм ещё его не признаёт, как своего там супергероя, и они не надеются на него. Поэтому будет интересно проследить за этим, как развивается Бэтмен Роберта Паттинсона. Как заявил Мэтт Ривс, он будет в роли Бэтмена в этом фильме уже два года. Но будут какие-то флэшбеки, понятно, куда без этого. Поэтому будет интересно смотреть за становлением Бэтмена. То есть мы будем смотреть, как Брюс Уэйн вообще в самом начале, каким он был, молодым, неопытным. И это будет очень интересно посмотреть, потому что в кино мы пока с вами не видели такого молодого Бэтмена. Ну, как по мне, ну да, конечно, Кристиан Бэйл, но всё же он был более зрелым. А тут Роберт Паттинсон походит на 25-летнего парня, который просто решил бороться с преступностью. Я думаю, многие из вас этого ждали, как и я. И это офигенно впишется в данную картину. Мне понравилось то, что Мэтт Рив заявил, что все три злодея будут развиваться. Я вам об этом уже ранее сказал. Они будут развиваться и будут развиваться в последующих фильмах про данного Бэтмена. То есть это будет отдельная вселенная. Как заявили DC, как заявили главы DC, это вообще огромная мультивселенная. То есть все. И Флэш Гранта Гастина, вообще Эзри Миллера, Бэтмен Аффлека, Майкл Киттон. Вообще все-все-все. Это всё одна большая мультивселенная. К чему сейчас идёт потихоньку Marvel. Они немножко боятся сделать этот шаг, но они его уже делают потихонечку. Вот Доктор Стрэндж 2 будет развивать эту идею. В общем, и поэтому очень круто, что и Джокер Хоакин и Феникс, по сути, в этой мультивселенной. Что всё связано. Я думаю, может быть, будут какие-то отсылки и в один день, как-нибудь лет через 5-6 игре, какой-нибудь кроссовер, там, Роберта Паттинсона с Беном Мафликом, там, против Джокера. В общем, это я уже совсем недалеко взглянул. И мы будем с вами смотреть становление загадочника, становление пигвина. Если честно, актёра, который будет играть пигвина, вообще не узнал. Как вообще это возможно? Его очень круто заграммировали, но, опять же, я думаю, по ходу фильма мы с вами привыкнем и будем его вполне себе узнавать. В общем, это очень круто. Это сольник, который должен был быть про Бэтмена в киновселенной DC, но его не случилось. То есть нам просто в штык дали Бэтмена Бена Аффлек, воспринимайте его как хотите. Да, там показали флэшбэков, но, опять же, никто из фанатов, я в этом на 100% уверен, не погрузился в эту историю остановления Брюса Уэйна Бена Аффлека, и это очень плохо. С Робертом Паттинсоном такого не будет. Ребята отсняли 50% материала и выкатили нам такой тизер, что весь интернет об этом говорит. Опять же, в той же группе Marvel DC все обсуждают в комментариях, это очень круто. То есть многим понравилось. Многим что-то не понравилось, но таких людей очень мало. Такие всегда будут, к сожалению. Ну или к счастью, это, в принципе, нормально. Но лично мне, вот как вообще не суперфанату Бэтмена, то есть я точусь больше по Марвелу, вы это прекрасно знаете, я DC очень тоже люблю. Мой любимый персонаж из DC это Флэш, но Бэтмен это просто икона. То есть это икона комикса в DC, и он обязан быть крутым. Все проекты про него обязаны быть крутыми. И Мэтт Ривз с Робертом Паттинсоном, я думаю, отлично с этим справятся. То есть, опять же, пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Я ставлю этому тизеру просто 10 из 10. Еще многое можно обсудить. Я, наверное, сейчас не смогу это сделать, как настрелился только на Бэтмена и хотел с вами обсудить именно Бэтмена. Вместе с вами в комментариях обязательно пишите свои комментарии, как вам Роберт Паттинсон, как вам злодеи. То есть нам вообще не показали, получается, в тизере, нам показали только костюм Бэтмена, он, кстати, очень классный. Но не показали ни одного злодея в костюме. Только как-то что-то женщину-кошку, она, кстати, очень классная. Зоя Крайвит ее сыграет, и она просто безумно крутая. В этом образе данного персонажа из комиксов DC. В общем, топово все смотрится. Жду вас в комментариях. Такое видео у меня получилось. Я просто хотел с вами немножко обсудить. У меня просто круглый голова. Я не смог сесть, если честно, сделать разбор. У меня просто вот так голова. Я включил камеру и все вывалил вот сюда. Вам, я надеюсь, что вам такие видео нравятся, потому что мне очень нравятся. Потому что я чувствую, как будто я с вами просто болтаю, как с какими-то единомышленниками. Мы там с вами обсуждаем, что кого, какой трейлер вышел про Бэтмена. Жду вас в комментариях. Всем большое спасибо. Всем удачи, всем пока. Извиняюсь, что пропал. Открытие магазина. Кстати говоря, скоро откроется магазин Кратионлайн. Наконец-то розничный. Не в том месте, где он у нас был. А в новом, более крутом, более интересном. Магазин будет просто топ. Но об этом чуть позже. В общем, большое спасибо. Всем удачи. Жду вас в комментариях. Пока-пока.